всем доброго времени суток добро пожаловать новый влог я на кухне начинаю готовить обед сегодня у меня типичное швабское меню буду готовить картофельный салат и запекать в духовке леберкейзе картофель я промыла это молодой картофель он не рассыпчатый именно такой мне нужен для салата хорошо посолить нужно и варить до готовности ингредиенты которые нам понадобятся все очень просто и очень быстро красная луковица пол огурца вода яблочный уксус оливковое масло перец соль по вкусу чайная ложка сахара и вот тут у меня гемиза бреда вот это я привезла с хорватии тебе и кстати они уже соленые поэтому я не буду добавлять соль в процессе уже попробую если понадобится то добавлю после того как картошечка сварится нужно ее отбросить на дуршлаг и подождать какое-то время чтобы она чуть-чуть остыла и потом я ее буду очищать от кожуры а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok поделю тесто пополам и сделаю две маленьких слойки будет так удобнее немножко раскатаем такой у меня зефир шоколаде теперь мне нужно его поделить в общем возьму по три штучки на каждую полоску я поделила вот так вот зефирчик чтобы у меня было удобнее заворачивать косичку как можно плотнее потому что нам нужно будет нахлёст теперь нужно стаканчиком раздавить зефир немного хочу добавить еще немного виктории для сочности можно любую ягоду я думаю у девочки которой я видела этот рецепт она делала с голубикой сахар я добавлять не буду потому что зефир достаточно сладкий значит от себя нужно сделать вот такие полоски как можно потолще так я думаю нормально будет тоже делаю первый раз поэтому еще рука не набитая далее вот этот первое мне нужно да тесто немножко капризная потому что она рожевое первый слой вот так прикрываем заворачиваем таким образом вот эту часть я тоже заверну таким же образом чтобы ничего у меня не вытекало в процессе выпекания, да, вот так, и потом берем вот эти косички и загибаем, заплетаем. Вот такие слойки у меня получились, тут у меня немножко открыто получилось, наверное, вытекит, смазываем слойки яйцом и украшем лепестками медали. Вот такие две слойки у меня получились, отправляем в духовку 20-25 минут. Друзья мои, посмотрите, у нас тихий час, извини, мальчик, разбудила. Малая спит, Малая спит, хайдукалась, смотрите, представляете, какие прекрасные розы. Иногда, правда, попадаются такие хорошие. Что я на них заплатила? Три ойра. Представляете, они такие крупные. Такой у них стебель широкий. В общем, прекрасно они стоят, сегодня уже третий день. Я думаю, дня два простоят, на третий уже начнут мянуть. Ну, нет, сегодня уже пятница. Красный букетик. Давайте посмотрим, что там у нас. Слойки готовы. Пеклись ровно 25 минут. Сейчас приходил почтальон, и пока наши слойки остывают, я вам сделаю распаковку. Покажу, что заказала. На этот раз с магазина ДМ. Ну, давайте будем смотреть, что я заказала. Давайте я уберу коробочку и буду показывать, чтобы было лучше, видно, удобнее. Вот такой консаля от фирмы NUX. Это заказ, это дочь заказывала. Это тинт для губ. Вот эти резиночки. Это для моих собачек. Хвостики делать. Вот такой бальзам заказала. Увидела у Алены, она как-то показывала. Для ног, для коленей, в общем, очень, говорят, помогает для сухой кожи. Прям бальзам, да? У меня очень сухая кожа, тем более сейчас, после поездки на море, это вообще прям, она прям шелушится, верите, нет? Это вот такой вот флястер для надавов, натоптышей, хорнхаут немецкий. Да, наверное, ну, ороговевшая кожа. Вот такой пилинг для лица. Говорят, очень хороший, буду пробовать. Тоже, кстати, увидела девочки в ТикТоке. Где еще? Конечно, в ТикТоке. Там очень много информации. И, кстати, не все продукты, которые там девочки делятся, они плохие. Я очень-очень много нашла хороших продуктов для себя. Поэтому с удовольствием смотрю и учусь у других также. Что-то новенькое нахожу для себя. Заказала себе вот такую серум. Гранат. Как всегда, мой любимый гранат. Для возрастной кожи. Это мои любимые продукты. Это Праймар. Он у меня уже заканчивается. Я активно им пользуюсь. Вот заказала себе нахшуб. И кошка заказала себе бантики. Вот такой красивый. Атласный. Выглядит очень красиво. Резиночки. Вот такой заказала. Уход за ушками. Вот у малюськи у меня почему-то в одном ушке. Не знаю, очень сильно собирается сера. И она постоянно ушко чешет. Вот. Взяла попробовать. Написано один раз в неделю. Можно использовать. Очищает ушко. Как флеги для уха. И вот такой вот заказала себе бат. Ашваганда. Значит, написано было, что уменьшает стресс. Который приводит к тревоге, к депрессии. У меня как раз вот такое, знаете, иногда как накатит, у меня чувство тревоги. Что-то должно случиться. Вот такое у меня в последнее время очень часто. Вот. Почитала. Решила себе заказать. Вот. Сплю плохо тоже. Нужно помогать против бессонницы. Даже написано, что способствует увеличению мышечной массы, силы. В общем, дает энергию, выносливость. Не так быстро устаешь. Вот тут месячная норма написана. Ну, я не знаю. Конечно, за месяц я, наверное, она мне не очень сильно поможет. Но я попробую. Значит, за все это я заплатила 73 евро. Вот. Так, слоечка остыла у нас. Сейчас мы ее порежем. И я вам покажу, как она выглядит внутри. Разрезаем. Ой, какая сочная. Сейчас буду делать чай и буду пробовать. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok